Итак, хотелось бы поговорить про английский для вип-клиентов, собственно, про методические рекомендации для работы с вип-клиентами, ну и, может быть, рассказать несколько баек из личного опыта, может, кому из коллег пригодится. Конечно, надо понимать, что вип-клиенты — это очень разные люди с разным бэкграундом, это могут быть и крупные чиновники, привыкшие к власти покомандовать, это могут быть их избалованные детеныши, это могут быть эффективные управленцы, бизнесмены или специалисты экстракласса в своей какой-то области. Их объединяет в целом лишь одно — это наличие денег и, соответственно, привычка к качественным услугам, начиная от элитных фитнесов и заканчивая дорогими западными клиниками. В массе своей, надо признать, это довольно благодарная во всех отношениях публика, платежеспособная, цивилизованная, космополитичная. Да, конечно, бывают эксцессы и исключения. Но главное, чтобы они чувствовали уважение с вашей стороны и ваше интеллектуальное превосходство. В случае с иностранным языком, если вы действительно знаете его на достаточно хорошем уровне, и не обделены достаточно минимально хорошим произношением, проблем не будет. Да, в случае с подготовкой к экзаменам и разговорной практике важно еще обладать относительно широким кругозором. Ну, мне в этом плане повезло, как-то не приходилось особенно притворяться, делать вид, что у меня хороший английский и кругозор относительно широкий. Но, тем не менее, недостаток знаний можно компенсировать довольно успешно, например, с серьезной глубокой подготовкой к занятиям. Я, за речайшим исключением к занятиям в своей педагогической практике, фактически не готовился, и при этом ничуть этого не стыжусь. Готовиться надо слабым преподавателям, либо тем, у которых мозги так устроены, что им ради собственного спокойствия готовиться просто приходится, потому что они боятся внешних каких-то факторов, внештатных ситуаций, и не сильно способны к импровизации. Ну, есть еще когорты преподавателей, которые верят в планы и так называемую системность, системный подход. Они это называют как-то так, я думаю. Я в эти вещи не верю, для меня они не работают, и тщательно подготовленные уроки, например, в процессе различных проверок со стороны начальства или профессиональных тренингов. Такие вот тщательно спланированные уроки оказывались, если не провальными, надо признать, то по качеству, в общем, ниже, заметно ниже среднего. Потому что я учил в таких случаях, в случаях тщательно спланированных уроков не студентов, а, как говорится, отрабатывал план, отрабатывал план, и игнорировал при этом сиюминутные настроения группы, и не переслушивался, готовы ли они к длительной разговорной практике, устали ли, заинтересовала ли их тема или же нет, а это все важно. Поэтому, как в том анекдоте про профессора, сколько времени он тратит на подготовку к лекции, тот отвечает, да нисколько, ибо я готовился к этим лекциям всю свою жизнь. Ну, также я про себя могу сказать, зачем мне с карандашом в руках тратить время и пять раз читать текст, предназначенный для студента даже уровня advanced, и тем более прослушивать аудирование. Ну, абсолютно бесполезная трата времени, потому что я уверен на 99,9%, что незнакомого слова мне в учебнике, чтобы этот заучебник не был, по ангельскому языку, я имею в виду, ну, не попадется. Ну, а в том крайне редком случае, что попадется, ну, его значение этого слова будет ясной, целиком из контекста, и в конце концов у меня есть телефон и компьютер под рукой. Как и у всех. Плюс я не боюсь при необходимости даже сознаться, что я не знаю этого конкретного слова, потому что, если я его не знаю, то, ну, скорее всего, это низкочастотная какая-то лексическая единица, например, название какой-нибудь экзотической пряности, например, используемой в кулинарных целях или иных, или довольно малоизвестная какая-то зверушка. Про таких временами бывают аудирования, особенно в Тойфле. Но по тексту понятно, что это, ну, какая-то разновидность дикого степного козлика. А что это конкретно винтороги, какой-нибудь цайгак, или, допустим, кавказская серна, этого не знать не стыдно. Ну, хотя я читаю столько нон-фикшна, что часто и узкоспециальные термины из разных областей довольно неплохо понимаю. Не ради понтов перед студентами, вип они или не вип, а просто потому что, ну, любопытно же. Ну, я начал с того, что если вас ждет не группа безучастных тинейджеров уровня элементрии, а бойки, а перинтермидиаты, тем более еще и с социальным статусом выше среднего, то в случае, если ваш язык немножко местами прихрамывает, то неплохо бы пошерстить словари, перечитать разделы грамматики и вообще подготовиться, потому что привыкшие к профессионализму непростые клиенты откровенные безалаберщины и некомпетентности не прощают. Они либо нажалуются на вас начальству, либо просто с вами расстанутся, если вы работаете в частном порядке. Этого, естественно, не хотелось бы. В плане разговорной практики надо, конечно, разговаривать на близкие студентам темы. И тут, может быть, немножко сложновато, особенно молодым начинающим преподавателям, которые недавно приехали, скажем, из провинции, и по доходам еще далеко не дотягивают даже до среднего класса, особенно если работают через контору, которая отхапывает себе большую часть того, что платят толстосумы студенты. Но тут контора только вам, что называется, в помощь, потому что отхапывают как раз крупные наглые фирмы, которые не особенно дорожат преподавателями, да и клиентами дорожат постольку, поскольку и ставку делают на маркетинг, крутой офис, аквариум с пираньями на рецепции, кожными диванами и так далее. Тут контора будет частично, как бы невольно даже добавлять вам статус и служить буфером. И клиенты даже, скорее всего, и не догадаются, что более слабых и малоопытных преподавателей, чем в подобной организации, часто и найти сложно, потому что рабовладения могут позволить себе только пафосные курсы, которые на агрессивную рекламу, центральную локацию и интернет тратят столько, что на преподавателя им особенно ресурсов и не остается. Такая вот бизнес-модель. Но я возвращаюсь к методическому аспекту, а именно тому, что разговорную практику придется строить вокруг студентов и их жизни. А жизнь у них типичная для среднего класса и выше, то есть очень большое количество путешествий в дорогие места и страны, и на фишенобильные курорты, всякие отпуска, проведенные в собственной недвижимости в Испании, рождественские каникулы в собственном же шале в Финляндии, где-нибудь плюс машины, брендовая одежда, корпоративные интриги, корпоративные же вечеринки, и обо всем этом надо уметь говорить, и тут надо учиться выдержать, уметь выдержать тонкую грань между искренним уважительным интересом, отсутствием удивления на грани зависти иногда и некой осведомленностью о деталях. Ну, последнее придет со временем, когда подобного количества студентов накопится достаточно. Главный же здесь трюк, я бы сказал, это больше спрашивать и слушать. Только последние до лет пять я могу от этого правила отойти, потому что мне уже хватает жизненного опыта и кругозора, чтобы, ну, рассказать про при необходимости и про собственные поездки в более-менее экзотические места и какие-то миграционные начинания, и взаимоотношения с зарубежным начальством, и переключения во время заездов на авто на длительные дистанции, да, и можно блеснуть и что-нибудь поведать про эксклюзивные нью-йоркские рестораны и так далее. Но определенное количество времени тактика в начале карьеры, конечно, была у меня скорее такой штирлицевской в случае с веб-клиентами. Искренний вопрос и почти ноль информации о себе. В принципе, если с классовым менеджментом и лидерскими навыками выстраивания дискурса у вас все в порядке, студенты будут только рады. Им в голову не придется задавать вам вопросы, а если придет, то вы на раз-два переведете стрелки назад на них, тем более это же у них разговорная практика, а не у вас. Вообще, с веб-клиентами во многих ситуациях проще, так как им, как людям состоявшимся, нет необходимости никому ничего доказывать. Плюс, рассказывая своей жизни, они нет-нет, да и саму двертят, самотвердятся в своих же собственных глазах, если вы правильно выстроите дискуссию. Потому что говорить все же лучше как-то о хорошем, о путешествиях, о мечтах на будущее, о карьерных достижениях, о любимых детках, если таковы имеются и так далее. Поэтому в идеале после такого сеанса практики английской речи студенты должны покидать аудиторию счастливыми. за очередной раз им напомнили, что их жизнь удалась. Конечно же, у них свои траблы и проблемы, но об этом лишь как бы вскользь, либо исключительно по инициативе самих клиентов, которым вдруг захотелось излить душу и выговориться. Это тоже вполне благотворно сказывается и на ваших взаимоотношениях, и на психологическом состоянии студента. С группами привилегированных детей я, честно, почти не работал, но по отзывам коллег, которые работают в частных школах и прочих подобных заведениях, как ни странно, дети, казалось бы, избалованы вниманием и деньгами, и тем, что все перед ними прыгают на задних лапках, официанты, учителя, водители, прислуга. Ну, как ни странно, они оказываются гораздо более послушными и адекватными, чем среднестатистические подростки вообще. И в их привилегированных коллективах редким исключением являются эпизоды, скажем, буллинга и откровенной конфронтации с образовательной системой. И этому есть вполне рациональное объяснение. Это в обычной школе шпане легко травить непохожего чем-то на всех остальных ребенка или просто докапываться друг до дружки, переходя иногда на откровенное рукоприкладство. В элитной частной школе такое себе редко кто может позволить, потому что дети там не идиоты, а они прекрасно знают, что за каждым их одноклассником стоят непростые родители с деньгами и со связями, иначе что бы они делали в престижной школе. Поэтому обидеть откровенно какого-то одноклассника это риск серьезных неприятностей, потому что за притесняемого школьника точно будет кому заступиться. Плюс администрация в таких учебных заведениях скорее вышвырнет задиру и забияку, потому что им важна репутация прежде всего из хранения основного костика клиентов. А двошника и гопника стоящего с начальной школы на учете в милиции из обычного бесплатного класса рядовой школы никуда не денут. Там обычно будут закрывать глаза годами на его издевательства над одноклассниками а порой над учителями, если те издевательства не проходят совсем уж по разряду криминальных. Вдобавок в элитной школе другой контингент родителей и своих богатых и успешных родителей не без исключения конечно детишки то откровенно побаиваются то просто уважают реально ну есть за что иногда бывает и поэтому боятся огорчить потому что обычная мамаша ну орет ну может отшлепает даже детям с привилегиями гораздо больше есть чего терять к тому же их предки обычно наделены ну какими-то некоторыми управленческими навыками и опытом и с воспитанием справляются лучше среднестатистических родителей плюс престижных школ не так много и меньше всего их учащимся хочется рисковать и быть выставленными за дверь и идти в чудовищную обычную районную школу где местные шпании дела уж точно не будет кто там у них мама и папа а может наоборот даже зависти классовая так сказать вражда сделают из привилегированных детишек в рядовой школе крайне привлекательную мишень для нападок и всяческой травли это это не значит что между крутыми так сказать студентами не может быть конфликтов еще как могут быть и даже среди взрослых помню непростая была ситуация группа весьма серьезных клиентов и две дамы не нашли общего языка при этом одна из них замдиректора крупной госкорпорации и неформальная староста класса с лидерскими качествами гранича с бульдожей хваткой я бы сказал а вторая студентка ну такая тв-журналистка высокого полета личность откровенно капризная с бесчисленными понтами привыкшая к особому к себе отношению и вот эти две у меня в группе не поладили ну что пришлось с каждой отдельно общаться и как-то как-то разруливать и у каждой была своя правда надо признать чиновницу раздражало позерство и почти откровенное высокомерие журналистки журналистка просто не умела вести себя иначе и вообще с трудом сходилась с людьми и не без оснований считала что все в группе ее недолюбливают почти все плюс ей сложно было работать в групповых или парных каких-то вот заданиях поскольку ну такой уж она человек оказалось привыкла сама по себе в своем режиме существовать и работать со своей скоростью ну не командный игрок ни разу выход ну было непросто чиновница согласилась из уважения ко мне лично сдерживаться и не идти на откровенную конфронтацию потому что курс длинный надеваться некуда переводиться между группами тоже не вариант ну я чиновнице гарантировал что вместе сводить ее с с этой журналисткой не буду даже там для работы в микрогруппах и тем более в парах что было для меня надо признать не очень легко так как я обычно наоборот ставил себе задачу максимизировать общение всех со всеми и тасовать студентов в относительно большой группе в самых разнообразных комбинациях чтобы они не скучали и не сбивались в кружки по интересам журналистке же пришлось неформально присваивать особый статус когда все работали над разговорной практикой она получила отдельное задание или сама находила себе занятия такое тоже бывало повторяя лексику и грамматику в планшете например ну иногда чтобы совсем не лишать ее возможности развития речевых навыков я лично подсаживался к ней и выступал ее партнером по заданиям ну либо выбирал одного из двух по-моему в группе имевшихся молодых людей которые одновременно были явно не против общения с ней лично плюс готовы были даже с ней общаться с неким подобострастием что ли им было не сложно все же журналистка была на редкость женщина эффектной элегантной с неиссякаемым гардеробом дизайнерских нарядов ну и всем сопутствующим антуражем и макияжем но все же этот ход был не самым простым в осуществлении надо было чтобы подобный переход произошел относительно незаметно чтобы на подлете удалось пресечь вопросы кое-кого из учащихся потому что многие в коллективе просто не очень понимали природы назревшего конфликта и тем более не сильно понимали последовавшую за ним за этим конфликтом сегрегацию сложнее конечно когда студенты ведут себя неподобающим образом оправдание их о пломбу или заносчивости нет ну или нет обычно обычного для меня и довольно такого вот непробиваемого в этом плане терпения хотя конечно помню по молодости как-то не сдержался такое тоже пару раз наверное случалось допустим с одним клиентом поступило не очень красиво извиняет меня то что в принципе студент был только лишь потенциальным клиентом пришедшим на устное тестирование в общем ситуация была в языковом центре приводит ко мне в учительскую дядьку как скоро выяснилось генерал милиции и я как ну вот хотя это была даже не лично моя очередь его тестировать от скуки согласился уделить 20 минут чтобы чтобы человеку отдельно в другой день не приходить хотелось как лучше получилось ну ладно вел он в общем себя не очень вежливо его смущала и моя молодость и как-то он вообще не очень доверял мне и вообще вел себя как-то развязно наверное так он привык про его генеральство я слушать естественно не стал и не хотел а повел как и положено было по инструкции собеседование на английском он отвечал не в попад и поэтому развалился в кресле у себя на даче и я конечно не удержался и немножко поиздевался над ним ну в такой заваулированной форме тем более что в учительской было несколько моих приятельниц которые в отличие от генерала понимали иронию в моих на английском языке вопросах и в комментариях на его ответы выражение лица я при этом сохранял серьезное поэтому ни одной издевки студент не понял сотрудницы которые присутствовали едва удерживались чтобы не укатиться под стол от забавности происходящего да ну студент не догадался но страшно страшно возмутился и долго потом ругался на рецепции когда когда я верну его студенческому координатору с вердиктом уровень элементари и уровень элементари чтобы в группе не дали пятого юнита по учебнику он-то был уверен что свободно говорит по-английски он же как-никак генерал и с моим вердиктом он также не согласился пришел на следующий день тестироваться к моей руководительнице иностранке ну который пяти минут ему не уделило абсолютно подтвердила мой диагноз элементари не дали пятого раздела курса ну и насколько я понял он ушел и больше уже не возвращался обидели мышку нагадили норку в общем конечно же и я и моя руководительница проявили себя не самым профессиональным образом точнее я просто поигрался мне не важно было сохранить его как клиент он пришел в языковой центр они лично ко мне начальнице же тоже главное было не удержать конкретного студента студентов корпорации хватало и ей не нужно было ему как-то понравиться а требовалось с минимальными временными затратами распределить его в соответствующую его языковым познанием группу все такой очень сухой профессиональный подход по-своему может быть разумный понятное дело что таким клиентам вип-клиентам надо не на курсы в группу в крупной организации а к преподавателю в частном порядке желательно вообще по рекомендации сейчас бы я целый час с удовольствием слушал слушал его бойкие рассказы о себе и как же он хорошо знает английский язык но хочет еще немножко довести грамматику до ума слушал бы кивал записывал что-нибудь на листочек подтвердил бы что он молодец что у него напрочь отсутствует языковой барьер ну действительно это достижение и как он смело говорит на чужом языке даже ни разу не побывав в англоязычной стороне и ни за что бы я не произнес унизительное для его генеральских ушей слово элементари и уверил бы его конечно я что мы обязательно сработаемся сработаемся и улучшим его знания и навыки ну и разумеется взял бы полную стоимость потароченного на него часа времени не постеснялся а потом бы мы и занимались я уверен естественно по материалам уровня элементари но так как по одному учебнику студентов я обычно не веду он бы продолжал считать себя бравым молодцем у меня таким молодым но уже таким при этом уважительным и серьезным преподавателем и скорее всего работали бы долго и счастливо а со временем с него бы скорее всего и гонор бы спал и я бы никогда не позволил себе извительной иронии и все бы было хорошо ко всем можно найти подход ну за исключением разве что совсем неинтересных клиентов ну типа я никогда не беру делать домашнюю работу для школьников какие бы они вип не были ну и вообще возиться с детьми начальных уровней это мне как-то скучно могу только ну либо за совершенно уж завышенную до неприличия плату либо за из вежливости по знакомству ограниченное количество времени иногда целесообразно относиться к малопонятному новому клиенту как потенциальному випу потому что чем черт не шутит и внешность бывает обманчива помнится было у меня не особо успешная на вид и не шибко прилежная студентка выглядела миниатюрно аккуратной женщиной средних лет ничем особо в группе не выделялась разве что несколько отставала от программы и от большинства своих одноклассников я признаюсь крайне удивился когда уже через энное количество времени выяснилось что она доктор юридических наук уполномоченный представитель какого-то крутого международного фонда по правам кажется несовершеннолетних что у нее самой трое детей вообще по должности у нее есть личный водитель но просто она скромная по натуре обычная в плане внешности и поведения да еще и оказалась в группе которая в целом сильнее ее как минимум на целый уровень а времени свободного в связи с должностью у нее было не особо много чтобы наверстывать и угнаться за сокурсниками вот и сложилось впечатление мягко говоря неверное но ошибок там методических не было никаких с моей стороны она не требовала специальных привилегий и была крайне адекватным во всех отношениях и довольно интеллигентным человеком так что это просто к тому что не все вип-клиенты бросаются в глаза хотя естественно большинство заметны с первого взгляда хотя иногда из вип-вости у клиентов только кошелек все-таки надо понимать что на пространстве СНГ не очень-то классовое общество рослыни по доходам очень существенные и бьющие мировые рекорды среди стран так сказать второго мира но нет все же социально-кастовой системы в отличие скажем от Великобритании или штатов в Англии вообще деньги не определяют сословие человек может быть аристокаратом с пятистолетней историей и соответствующими привычками привилегиями связями но при этом быть довольно скромным по своим доходам вряд ли он будет жить на грани бедности но вполне может не быть миллионером хотя конечно скажем какая-нибудь королевская семья или вокруг да около и какие-то приближенные люди они все конечно сверхъестественно богатые де юре но даже если их лишить всех денег то просто в силу знаменитости и знакомства они быстрехонько сквозят себе состояние заново фактически автоматически и без особого труда в штатах уже есть понятие такое как старые деньги то есть это еще часто до первой мировой войны заработанные капиталы в СНГ скажем это малопредставимо да можно найти считанную горстку кланов которые смогли как-то пережить все исторические перипетии пережить 20 век не растеряя социального и материального капитала но их очень мало но чуть больше советской номенклатуры номенклатурной элиты советского образца которые сохранили статус после развала СССР и конвертировали прежнюю власть либо в новую власть либо тупо в деньги но даже советская номенклатура все же едва может претендовать по уровню литарности и материального благосостояния название потомственной аристократии ни буржуазного толка ни придворного еще один из возможных раскладов с клиентами это завышенные ожидания ну один раз приехал ко мне очень серьезный клиент на пробный урок в мою скромную однокомнатную квартиру приехал с целой свитой личный охранник сидел у меня на кухне мы сейчас общались не с охранником а с клиентом и что самое забавное забавное я его клиента устроил в качестве преподавателя а он меня в качестве ученика нет я ему отказал логика у меня была простая он искал лайфхаков и легких путей он готов был работать над языком но явно было что надолго его с его графиком не хватит он хотел больших результатов и быстро я ему объяснил что это не очень возможно базовые знания у него и так были нужны ему как минимум были продвинуты но это путь в как минимум год интенсивных занятий и от количества потраченных денег кардинального прироста в качестве не будет я бы его взял конечно в качестве челленджа ну и просто ради денег оплатить он готов был очень-очень щедро но его главным и обоснованным условием было чтобы я приезжал к нему в офис на тот момент это бы означало бросить половину своих лояльных клиентов да у меня была машина я спокойно мог к нему ездить тем более не в час пик но это по-любому час в одну сторону час в другую сторону полтора часа собственно занятия ну и конечно там полчаса зазора на непредвиденные пробки полчаса на одеться раздеться подняться приступить завершить то есть пять часов в день я бы на него терял и пришлось бы отказать десятку клиентов которых я бы принимал дома в это же время ему ездить ко мне было совсем глупостью его час времени стоил в десятки раз больше моего это явно но в деньгах у меня бы выигрыш был ну пусть процентов на 30 вместо преподавания я бы катался по городу и бросил хороших клиентов в том числе экзаменационных которые на меня рассчитывали у них сроки экзамены а главное если бы он передумал этот вид клиента заболел переехал или еще что-нибудь с ним случилось непредвиденное то я бы половину своего дохода вместе с ним лишился так что я сказал сори ищите себе другого преподавателя в другой период времени при другой логистике например если бы он работал в 15 минутах ходьбы от моего дома то это другое дело тем более как-то и психологически к тому же было неуютно я чувствовал что ну как-то не оправдаю все равно его высоких ожиданий на стремительный прогресс а при этом брать свою ставку за занятие умноженную на 5 ну как-то это странно вот такие вот дела